МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Рад вас видеть у нас в гостях. До этого общались дистанционно. И вот теперь, наконец-то, вы у нас в студии. Я очень рад. Третья волна снятия ограничений уже произошла. Многие заработали в предприятии. Школы, дети пошли. В церквях что-то изменилось или нет? Конечно. Мы стали настороженные. Мы совершенно за короткий период ввели новые, которых не было, традиций в совершении общения с верующими. Это масочный, конечно, режим и перчаточный. Казалось бы... В церковь без маски зайти невозможно. Если сказать по исполнению закона, невозможно. Но наш народ об этом забывает. Я сторонник масок. Я сторонник дистанций. Нам нужно победить человеческой дисциплиной. Но здесь открыта дорога к восстановлению духовного, морально-нравственного лица каждого из нас во взаимоотношении друг с другом, с обществом, с природой, со всем космосом. Можете больше брать. Вот смотрите, количество прохожан упало? Количество прохожан, конечно, сократилось. Мы проводим беседы, если можно так сказать, что, чтобы раскрыть духовную безопасность, воздержание от посещения храма толпами, необходимо чередование. Если вы в это воскресенье пришли, то следующее проведите в молитве дома. Но вот сейчас уже к третьему этапу все стало на своих местах. Прихожане изменились, постепенно возвращаются. Но чувство опасности, осторожности, конечно, поселилось в сердцах, умах и душах людей. Вот скоро праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это праздник всегда веселый. Это праздник окончания сбора урожая. Ну, естественно, Рождество Божьей Матери. Но вот сейчас какие-то ограничения будут во время празднования? Нет. Ну, кроме масочного режима. Сейчас сняты все ограничения. Но обычно я и собратья духовенства, и вся церковь, мы призываем быть бдительными. Вы будете делать прививку от коронавируса? Я уже даже предлагал себя, кроме шуток, как человека, который пошел на испытательный режим. Ну, врачи сказали, вы воздержитесь, придет вакцина. Конечно. Вы готовы были даже на себе испытывать вакцину? А почему бы нет? Вы не боитесь? Я совсем не боюсь. Во-первых, те знания, какие я получал, когда светскую специальность и микробиологию изучали, и другие предметы, они же остались, и знания эти никуда не делись. Я вообще-то сторонник и очень убежден в пользе вакцинации. Другого метода по сохранению жизни людей пока нет. А вообще как церковь относится к вакцинации? Потому что в свое время, ведь это было противостояние верующих людей, когда только-только вакцина появилась в России, это было, по-моему, первое прививание от ОСП, это было во времена Екатерины II, и тогда противостояние было невероятное, тогда приходилось убеждать людей. Дорогой Ян, но у нас даже противостояние было против картофеля, сегодня это поневоле продукт, который действительно даже больше хлеба. И это естественно все. Любое новшество, в том числе и вакцинация, она воспринималась как чем-то новым, что нарушит обычный, ну приятный, устоявшийся, предсказуемый ход жизни. А сейчас? Сейчас такого, конечно, нет. Народ просвещенный. А священники, они делают прививки? Во всей своей массе делают, но есть убежденные. Вот появились такие люди против всех прививок. Я знаю причину. Но сегодня об этом, может, мы не будем говорить. Это возникло и многие священники вот ложным страхом, как сказано в Писании, у бояся и же небе страха. То есть испугались там, где нет страха. Но я убежденный идеологически в правоте микробиологии, медицины в деле спасения жизни путем вакцинации. Но у вас и имя святого Пантелеимона, он же врачеватель, он же целитель. Совершенно верно. Вот я забыл об этом сказать, но вы напомнили. Это самая главная причина. Ну смотрите, врачи оказались в очень непростом положении. Вы прекрасно это понимаете. До них легла очень большая нагрузка. Со стороны церкви есть какая-то помощь? Мы очень тесно именно сейчас с медициной в плане духовного, морального взаимодействия, поддержки и врачей, которые месяцами ведь были в красной зоне. Церковь и медицина делают одно дело – врачу и человека. Духовно и телесно. Подождите, а ведь раньше же было все равно противостояние, так или иначе. Ведь, как говорили, да? Есть судьба, есть человеческая судьба, а врач, по сути дела, вмешивается в человеческую судьбу. Ян, в православии судьбы не существует. И никакого предопределения не существует. Есть моя воля и Господь. И я сам определяю, предопределивая, избрав Бога и его нравственные законы. А медицина, она была в руках жречества от сотворения. И мы еще не знаем, как врачевали в глубокой древности. Артефакты научные, археологические в этом направлении о многом говорят. Все не расскажешь. Поэтому противостояния, еще раз повторяю, возникали, когда были вызовы, как, скажем, выскочка. То есть человек с выдающимися дарованиями, знаниями, как Коперник, Галилео, Галилей, а все вокруг не понимали. И тогда его вели на костер. А такого противостояния против медицины не было, потому что все университеты были под крылом христианской церкви. А вот в наше время воины Синецкий и другие, и по сей день. Поэтому... Ну а пирогов... Кстати, вот сейчас врачей, которые были в ковидных госпиталях, вот буквально недавно появились награды, Пирогова и Луки Война-Исинецкого. Да, вот буквально совсем недавно... Я восхищен и благодарю Бога действительно святые участвовали в святом деле в сохранении, спасении людей и изучении этого явления коронавируса. Храмы при больницах сейчас работают или нет? Все сейчас восстановили свою деятельность. Там не так много с улицы приходят. Вот, я про что и говорю, что это... Я когда был в больницах, я знаю, что и в энкоцентре есть храм, и в 20-й больнице, в госпитале есть, в госдлекраевой больнице тоже... В роддомах у нас есть. В роддомах есть. Но там почему-то мало людей, там никогда нет людей. А там и рассчитано ведь на тех, кто пациент, кто находится на врачевании, на излечении. А приходят люди? Приходят. А что просят? Я понимаю, что здоровье... Беседы просят. Молебнов уповают, что... О здравии, конечно. Просят причастие, которые верующие, и знают, что такое причастие. Поэтому там, по сути, работы духовной предостаточно. И просят просто люди утешения. Крещённые, не крещённые, христиане, не христиане. Иногда говорят, батюшка, пожалуйста, вот ответьте мне. На простой вопрос, может быть, уже как бы звучащий, почему Бог меня наказал. Считаю, что болезнь – наказание. Но мы же знаем, что это не наказание. Наказание, конечно, за... Подождите, а вот подождите, давайте вот это в тонком вопросе разберёмся. Это очень большое преткновение между атеистами и верующими. Ну да, это я... Да, считается, что... А почему так происходит? Почему вот ребёнок, например, заболел? И многие говорят, что за что мне такое наказание? Это в силу религиозного невежества, то есть простого незнания о Боге, о человеке, о сложностях человеческой жизни на Земле и вечности. И осознать свою взаимосвязь с Творцом и природу зла, в том числе и страдания от болезней. Так болезнь откуда берётся? Вот скажем так, вот если в духовном смысле. Одни болезни, что не может наш разум понять для славы Божьей, другие действительно от человеческого греха. Третье для воспитания человека через врачевание. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. Рад был вас видеть. Взаимно. Теперь наши встречи будут не виртуальными, а регулярными здесь, в нашей студии. Слава Богу. И я думаю, что Россия-Матушка больше не попадёт в такую ситуацию. Метаполит Краснодарский Ачинский Пантелеймон сегодня был у нас в гостях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин